70 разрешений на строительство выдано в Анапе с начала текущего года. Для всех застройщиков есть непреложное правило. В курортной зоне лета не время для активной стройки. И это не прихоть, а необходимость. В разгар сезона люди не должны задыхаться от строительной пыли и слушать шум спецтехники. Есть моё постановление. Мне начинают рассказывать какие-то небылицы. Непонятно. Вы посмотрите, что творится по Пионерскому проспекту 3. Они скоро на побережье начнут строить. Отдыхающие должны будут вокруг бульдозера. Бегать или там бетоновоз. Вы зачем сюда пришли работать? Чтобы каждый свои интересы защищать. Не надо, дорогие друзья. Мы пришли работать для того, чтобы интересы анавчан и отдыхающих отставить. Тех, кто нарушает правила благоустройства и ещё другие законодательные акты. Их меньше намного, чем законопослушных людей, которые требуют навести порядок. Там, где стройка кипит, можно смело вешать объявления. Под защитой прокуратуры. Надзорный орган опротестовывает постановление об ограничении строительства в сезон, ставя закон о конкуренции выше соображений безопасности. Проверить все объекты, где ведутся строительные и монтажные работы, предстоит управлению муниципального контроля экономистам и ресурсникам. С начала года в Анапе построено 209 тысяч квадратных метров жилья. Показатели ударные. Значит, консолидированный бюджет должен получить положенные по закону налоги. Если фирма-застройщик не зарегистрирована на Кубани, пусть едет работать по месту прописки, заявил Сергей Сергеев. Я сегодня буду отзывать разрешение на строительство по законным основаниям, вплоть до обращения в суд. Именно из-за того, что они не строят объекты социально-культурного назначения, либо не отдают первые этажи под полицию, под здравоохранение, под образование, под общественность, под нашу и под все остальное. И второй вопрос – это какую рабочую силу они используют. Почему эта рабочая сила не оплачивается? Почему не платится ЭДФЛ?